Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Я тут уже второй раз выступаю. Очень приятно. Я, значит, расскажу про микро-РНК. Кто это такие вообще, откуда берутся, что делают, какие бывают формы, варианты внутриклеточных и секретируемых микро-РНК, и как это вообще может быть используемо, и единичные прецеденты, как это уже используется в клинической практике. Что-то я сделала, нету. О. Сначала пару общих понятий, чтобы было ясно, что это такое вообще замолекула, зачем она существует. Любой человек, даже уролог, знает, что такой есть процесс работы генома, геном экспрессируется, и он таким образом… Это такой глобальный биологический процесс, который очень важен в клетке, в процессе развития онкологического заболевания, он серьёзно нарушается. И нарушаются, собственно, процессы и механизмы регуляции этого генома. Так вот, какие они существуют, вот на этой такой смешной картинке представлены. То есть экспрессия генома или работа генома или экспрессия генов может регулироваться до, во время и после, собственно, этого процесса. То есть можно регулировать структуру генома клетки, не давая ему расплетаться и препятствия синтеза молекул РНК. Это как бы дотранскрипционная регуляция. Может регулироваться процесс транскрипции с помощью пептида, которые его опосредуют. Их может быть больше, меньше, они могут быть активны, неактивны. Вот на этом уровне РНК может быть синтезирован, выведена уже из ядра в цитоплазму, там, где, собственно, секретируются белки. Ну вот относительно недавно было показано, что оказывается клетка секретирует РНК, выводит эти молекулы в цитоплазму, а потом, оказывается, большая часть этих молекул рушится. То есть с точки зрения экономики это очень какой-то странный процесс. Но это оказывается так. Почему так, еще пока толком неизвестно, но вот на этом этапе происходит некая опять процедура регуляторная. То есть какие-то молекулы, почему-то клетка знает, какие молекулы надо разрушить, и их большинство, а какие оставить, и на которых будут синтезироваться дальше белки. Ну и последующие этапы синтеза белка и какого-то процессинка белковых молекул – это как бы уже последние этапы. То есть вот видите, этот процесс работы генома, он многоэтапно контролируется и регулируется в клетке. Так вот, регуляция на уровне деградации РНК – это как раз то, что делает и где, собственно, функционирует микро-РНК. То есть микро-РНК – это те молекулы, которые направляют, и это главный эффектор вот этой вот посттранскрипционной регуляции генной экспрессии. Теперь, так опять я что-то делаю. То есть как это происходит? Это маленькие молекулы, которые садятся по принципу комплементарного взаимодействия на большие молекулы МРНК и инициируют их развал или деградацию. Откуда они берутся? Так как это РНК, она так же, как все остальные молекулы РНК, секретируется, транскрибируется с генома в клетке. Потом она в виде таких вот шпиличных структур выводится в цитоплазму. Там происходит некий процессинг этих молекул, и в итоге они превращаются в маленькие… А тут есть этот? А, есть, всё, нашла. Они в итоге превращаются в такие вот маленькие одноцепочечные молекулы размером порядка 20 нуклеотинов, которые, собственно, могут сесть на любую молекулу МРНК и инициировать ее развал. Интересно то, что вот такая вот маленькая молекула может садиться и разваливать от нескольких десятков до нескольких сотен разных молекул. То есть одна она регулирует экспрессию нескольких десятков или нескольких сотен генов. То есть это очень эффективная регуляция. Дальше. И вот то, что я рассказала, это было внутри клетки. Теперь, в принципе, эти микро-РНК могут из клетки выходить наружу, и что-то они там делают. Варианты, в которых они… как они могут выходить, это может быть либо… Вот она профункционировала в составе так называемого… Вот эта вот процедура развала МРНК называется как бы gene silencing. И вот есть РНК, риск комплекс так называемый, RNA-inducent silencing комплекс. И вот основной протеин, который связывается с этой молекулой, называется агопротеин. Вот она в связи… вот порушили, отфункционировали, комплекс рассыпался, и вот этот вот маленький комплекс этой молекулы, таргетная микро-РНК и протеина, может выведен быть из клетки. Скорее всего, по принципу, просто отработал и выбросили, то есть какой-то клиренс. Зачем это происходит, на самом деле, пока толком непонятно. Но это такой вот механизм освобождения клетки от этих молекул. И, в принципе, то, что выводится из клетки, таким образом более-менее соответствует тому, что в клетке есть. То есть профиль молекул, таким образом выброшенный из клетки, он соответствует профилю МРНК внутри. Микро-РНК может выводиться из клетки в составе комплексов с липопротеинами. Тоже пока не очень понятно, какое их функциональное значение вне клетки. И микро-РНК может выводиться в составе визикулярных разных образований. Это либо эктосомы, или так называемый микро-визикл, либо экзосомы. Тут есть подозрение, что это непросто. Так происходит, что это непросто клиренс. Почему? Потому что профиль микро-РНК внутри клетки, он сильно отличается от профиля микро-РНК, которая вот таким вот образом из клетки вышла. То есть это значит, это не то, что просто значит, а это уже доказано, показаны и изучены механизмы, что в клетке существует некий механизм так называемого сортинга. То есть какие-то специфические молекулы отбираются, упаковываются, и вот таким вот образом из клетки выбрасываются. Зачем? Видимо, где-то они там что-то делают дальше. То есть это как бы не просто вот так вот выбрасывается всё, что есть, а это какая-то специфическая процедура. То есть вот я подытожу, что существуют эти молекулы микро-РНК, они вот отберутся из ядра, таким образом, как я показала, происходит их биогенез, и вот они могут быть внутри клетки, могут быть вне клетки. Дальше. В принципе, на данный момент известно порядка 2,5-3 тысячи этих молекул для человека, и в каждой клетке, в клетке каждой ткани есть некий специфический набор этих молекул. Ну, не все 3 тысячи представлены, но несколько сотен, обычно 2-3-4 сотни – это такие вот мажорные молекулы, которые формируют некий такой профиль или микро-РНК-портрет каждой клетки. И, естественно, любая патологическая ситуация сопровождается изменением этого профиля. И развитие онкорологических заболеваний, в частности, ракопредстательной железы, мочевого пузыря и ракопочки сопровождается характерными, специфическими и давно, и хорошо изученными, и до сих пор изучаемыми изменениями этого профиля микро-РНК. Вот эти вот работы, просто обратите внимание на даты, это вот там седьмой год, седьмой, восьмой, то есть это уже больше, чем 10 лет назад, были сделаны первые такие, так называемые, профайлинговые исследования, когда люди сравнили профиль микро-РНК в опухоли с профилем микро-РНК в нормальной здоровой ткани, показали разницу, и таких исследований принципиально похожих уже в каждом случае сделано по десятку как минимум, то есть эти данные уже есть, это известно, и мы уже знаем, что происходит с профилем микро-РНК при развитии каждого из этих заболеваний. Более того, вот для каждого заболевания, в принципе, уже описаны какие-то специфические молекулы, которые либо их уровень поднимается, и они как-то там активно, то есть что-то патогенно делают, либо их уровень падает, и они что-то, наоборот, перестают нормально регулировать, и более того, мы знаем, какие белки при этом регулируются, точнее регуляция каких белков страдает, и в каких процессах, клеточных процессах, на какие клеточные процессы вот эти вот дезрегуляторные события сказываются. Ну вот, к примеру, если речь идет про рак предстательной железы, то есть вот, допустим, на этой такой картинке замысловатой показаны несколько молекул, порядка десятка микро-РНК, которые вот таким вот образом изменяются, либо их уровень повышается, либо понижается, это приводит к существенным изменениям, существенной дезрегуляции процесса апоптоза. То есть вот в результате вот таких вот изменений микро-РНК-кового профиля клетка становится устойчива к апоптозу, к обухлевой клетке. Аналогичные данные есть по раку мочевого пузыря. Причем, заметьте, некоторые молекулы, я уж не знаю, по какой это причине повторяются. То есть вот, например, микро-РНК-221, она прогулирована как в мочевом пузыре, в раке мочевого пузыря, так и в раке предстательной железы почему-то. Вот, например, молекулы МИР-34А и 101-е, тоже их регуляция характерна для той или другой опухоли. То есть есть какие-то общие признаки, то есть что-то такое происходит, похожее там и там. Но опять же известны белки, известны внутриклеточные процессы, которые таким образом каким-то нарушаются с помощью микро-РНК. Ну вот здесь более такая жесткая картинка. Тут, короче, изображена схема регуляции пролиферации клеток рака мочевого пузыря. И вот вы можете видеть, сколько, как много различных микро-РНК участвует в регуляции этого процесса, и как он может быть сильно порушен, если вот эта вот регуляция, если профиль микро-РНК изменяется. Ну, я не буду вот на этих долгих скучных таблицах останавливаться. Аналогичная ситуация при раке почки. Тут, правда, видите, участники немножко разные. То есть рак почки как-то сильно отличается от двух предыдущих в этом плане. И то же самое. То есть вот регуляция процесса пролиферации, то есть деление клеток рака почки, метастатической активности, опять же, очень сильно находится под влиянием микро-РНК. Какие из этого вывода какого-то два шага клинической практики? То есть в принципе мы понимаем, что изменяется профиль микро-РНК внутри клетки и изменяется тот те микро-РНК, которые клетка опухолевая экспрессирует наружу. Что из этого следует? Мы можем детектировать вот то, что, например, внутри клетки или снаружи с целью диагностики. Мы можем детектировать, как-то оценивать то, что происходит внутри опухолевой клетки с целью описания каких-то особенностей биологических этой опухоли, с целью персонализации или выбора, то, что Евгений Наумович рассказывал в терапии. И в заключении есть некие уже попытки что-то там лечить. То есть если микро-РНК изменяется, есть молекула, которая растет, то есть она патогенно, можно сделать синтетическую молекулу, которая будет блокировать активность этой, ввести в клетку и добиться какого-то, скажем так, терапевтического эффекта. И обратная ситуация, если каких-то молекул не хватает, вот той самой, например, МИР-34А, то есть синтетический аналог этой молекулы можно сделать, я потом расскажу по прецеденту таких упражнений, ввести в клетку и добиться, как бы спротезировать функциональные действия этой молекулы и добиться какого-то терапевтического эффекта таким образом. Но теперь вот по каждому пункту несколько примеров. То есть, например, диагностика на основе анализа внеклеточных микро-РНК. Вот первая компания, насколько я знаю, это американская компания «Экзосомик диагностик», она уже продаёт, правда, ещё как бы не имеет на то всяких разрешительных документаций, но тем не менее существует тест, который можно заказать и купить. Это тест для диагностики ракопрестательной железы. Он основан на выделении визикул из мочи после массажа простаты. И в этих визикулах анализируется несколько молекул, МРНК и микро-РНК в том числе. Но фирма не рассказывает, какие именно. Но тем не менее, я знаю, что там порядка 80 молекул в этот тест микро-РНК входит. И вот на основе анализа ставится диагноз о раке простаты. На сайте этой компании представлены очень красивые данные насчёт специфичности и чувствительности анализа. Это вроде как уже используется. Для примера результаты нашей древней работы мы тоже пытались выделять визикулы из мочи несколько лет назад. В этих визикулах анализировали молекулы и показали, что да, действительно, там есть некий диагностический потенциал в таком подходе. Сейчас наши исследования сдвинулись слегка на анализ плазмы. Такие вроде как кажутся там лучше. Получается, и мы пытаемся выделять визикулы, которые имеют простатическое происхождение, то есть визикулы с маркерами на поверхности, с маркерами, которые характерны для клеток простаты, и анализировать эти микро-РНК внутри таких визикул. И, в общем-то, пока эти исследования не закончены, я поэтому результаты не представляю, но, тем не менее, они ведутся, и я думаю, что они скоро к чему-то приведут. У нас есть госзадание на эту тему, и мы как бы активно работаем. И после меня, после нее будет доклад из Новосибирска, девушка расскажет, как вот аналогичные результаты, пока направление развивается, не визикулярной формы, а свободно циркулирующей формы микро-РНК в плазме и в моче для диагностики рака предстательной железы. То есть это очень такое активно развивающее направление. Наверное, вот первый прецедент есть уже готового теста, и будут скоро другие. Дальше. Теперь про анализ микро-РНК внутри клетки с целью оценить биологию опухоли. Вот компания, которая тоже уже работает достаточно давно, она уже на рынке представлена, эта компания тоже одной ногой в Америке, другой в Израиле. Они первые разработали методики анализа микро-РНК в тканях, сейчас уже начали делать что-то тоже за биологическими жидкими, то есть жидкие биопсии, какие-то подходы. Ну вот, например, они предлагают уже на рынке тест, смысл которого в анализе материала биопсийного опухоли почки. Они там анализируют, по-моему, 24 молекулы микро-РНК, и на основе оценки профиля этих молекул, профиля концентрации этих молекул, они дифференцируют разные варианты рака почки. Ну, я не буду насчёт клинической необходимости, если я не знаю, когда это может быть надо, но вот, тем не менее, такой вот сервис уже есть, можно как бы заказать и получить результат. Или вот, например, свежая работа, очень хорошая, я почему её тут привожу, потому что мы сами тут в лаборатории эндокринологии, вот эта работа связана с эндокринологией, авторы её проанализировали, общили информацию о том, что как профиль микро-РНК в клетках рака предстательной железы коррелирует со способностью этих клеток отвечать на андрогенную стимуляцию, соответственно, если интерпретировать эти результаты на пациента, какова вероятность ответа, хорошего ответа этого пациента на гормональную терапию. То есть, в принципе, там очень много, они пока не применяются в клинической практике, но очень много таких перспективных результатов там описано. И дальше последний штрих про попытки возможности перспективы лечебных манипуляций. Как я уже сказала, что если мы знаем, что микро-РНК одна там ап, другая даун, одной много, другой мало, то можно предположить, что если той, которой много, мы убавим, будет лучше, а та, которой не хватает, мы добавим, опять же, будет лучше. Но вот эта вот работа, к примеру, просто китайской группы, они работали с микро-РНК-1216-Б, в нормальной ситуации это та молекула, которая регулирует синтез МРНК гена Кирстен-РАС. То есть, это известный онкоген, и эта молекула, она как бы супрессирует, держит под контролем синтез этого онкогенного белка. То есть, если этой молекулы вдруг стало мало, белка синтезируется больше, клетка пролиферирует активнее, опухоль более как бы агрессивна. Ситуация такая. И они просто синтезировали мимик, то есть, химический аналог этой молекулы, и вводили их в клетки. То есть, эксперименты были проведены в системе инвитера с двумя клеточными линиями, показали, что да, действительно, если ввести эту молекулу, то клетки пролиферируют хуже. То есть, это очевидный такой лечебный эффект. И попытались что-то такое воспроизвести инвиво на мышах. Вот когда речь заходит про инвиво, про такое алятерапевтическое применение, то сразу сзади возникает такая огромная большая проблема, так называемая драг-деливери. То есть, как эту молекулу в эту клетку ввести. То есть, это пока как бы проблема далека до своего решения. Здесь они как бы эту задачу не решали и не ставили даже. Они просто на момент введения подкожного клеток, они просто замешали вместе с этой молекулой, с терапевтическим агентом, и туда вот и ввели. То есть, вот эти опухоли подкожей у мышей, они росли уже в компоте вот этих терапевтических молекул. Ну и виден эффект, что там, где эта молекула была, опухоль росла медленнее, там, где её не было, она росла быстрее. То есть, теперь осталось подумать, как теперь эту молекулу в ситуации человека, в терапевтических условиях как-то ввести, ну и решить эту проблему и лечить. Ну, это я так шучу, конечно. Ну и, собственно, под финал несколько примеров клинических испытаний, которые уже сейчас как бы идут и зарегистрированы. И вы можете сами почитать вот на сайте вот этой компании Clinical Trail Gov американских, как это вообще происходит. То есть, в плане рака предстательной железы сейчас идёт, причём вот я в прошлом году эту информацию представляла, в прошлом году это было 7 исследований, сейчас уже 15. То есть, как бы растёт волна вот этих вот работ. И, ну, при раке, исследовании, посвящённой раку предстательной железы, там всё в основном пока люди оценивают, вот, ищут корреляции между профилем микро-РНК в клетке с какими-то клиническими особенностями опухоли, с тем, чтобы вот там как-то модифицировать терапию или как-то персонализировать. Пока ничего такого вот в плане там реально терапевтических применений я не видела, честно говоря. Вот есть одно исследование, это рак почки. Опять же, оговорюсь, в прошлом году было 9, сейчас уже 11 исследований. Здесь вот та молекула, про которую уже однажды я её запомянула, такая вот микро-РНК МИР-34А, вот сделан был её аналог химический. Этот аналог упакован в липосому, то есть каким-то образом решена такая проблема вот этого драг-деливера. Вводится вот эта липосомальная форма вот этой вот микро-РНК, которая в опухоли, как бы, да, он регулирован, они её восполняют. Она доходит до опухоли. В этом исследовании участвуют пациенты с различными солидными опухолями, в частности, пациенты с раком почки. Пока исследование идёт, результаты не опубликованы, то есть чем оно закончится, пока неизвестно, но, тем не менее, оно открытое, оно как бы в ходу. Вроде бы, собственно, и всё. Ну, наверное, закончу, если вопросы есть, с удовольствием отвечу. Спасибо, Анастасия Валерьевна. Пожалуйста, если есть вопросы в зале. Кроме микро-РНК. У меня всё-таки вопрос, вот насколько... Мы понимаем, вот, достаточно активно обсуждали с Евгением научим о том, насколько это возможно на сегодня использовать в клинической практике. Насколько действительно микро-РНК реально вот в таком же аспекте использовать в повседневной работе? Ну, вот из этих вот трёх пунктов, которые я писал, да, там какая-то диагностика, прогнозирование лечения, в плане диагностики, ну, прецеденты уже есть. Это просто вот наши чисто там организационные технические проблемы – это тест довести дома, вывести, продавать и делать, ну, использовать. Ну, это как бы не клиника, да, это чуть раньше. В плане клиники анализ микро-РНК в ткани опухоли технических проблем нет. Это на порядок дешевле, чем вот то, о чём рассказывал Евгений Наумович. То есть, это не секвенирование нового поколения. Это просто ПЦР, она чуть немножко там сложнее и там замысловатее, чем обычная ПЦР, там такая банальная. Но это и цена вопроса соизмеримо совершенно, и технически – это возможно абсолютно. А как вы себе видите вот ситуацию паритета вот с тем, что рассказывал Евгений Наумович? То есть, это всё-таки одно поле работы, и в том числе для клинициста, вот микро-РНК и, в принципе, секвенирование, оценка генома? Либо это всё-таки два разных направления, и клинически они могут реализовываться несколько по-разному? Они как бы друг друга совершенно не исключают, потому что то, о чём рассказывал Евгений Наумович, это как бы такая вот поиск мишени. То есть, вот есть препарат, мы ищем для него таргет. Она есть, мы применяем, нет, не применяем. Тут немножко другая ситуация. Этот метод, в принципе, он апплицируем для большего числа пациентов, и выводы более, скажем так, такие, с одной стороны расплывчатые, с другой, может быть, более применимые в клинической практике. То есть, например, если есть вопрос продолжать гормональную терапию у пациента с раком предстательной железы, то есть, в случае, если каких-то генетических дефектов, мы скажем, он есть или нет, то есть, он есть или нет, в каком-то там проценте случаев. В нашем случае мы проанализируем, допустим, 10 пациентов, мы из них скажем, что вот 4 так, 6 – это так. То есть, у нас более как бы такие... Большему числу пациентов вот эти вот выводы могут быть полезны. Вот я что хочу сказать. Ещё один вопрос, который вот тоже, может быть, некоторое понимание, на мой взгляд, должно быть, что мы действительно живём в эру сейчас тестов, да? То есть, мы привыкли к тому, что должен быть тест, который нам скажет «да» или «нет». По большому счёту, потому что это удобно. Насколько я себе понимаю, что мы развиваемся, на самом деле, всё-таки в другую сторону, к индивидуальному молекулярному паспорту каждого пациента и индивидуальных клинических решений. Причём на сегодня полной корреляции вот этого паспорта и клинических решений на сегодня корреляции нет, и прямой такой. И поэтому это вот как раз задача клинициста – совместить одно с другим. И, может быть, просто микро-РНК являться частью вот этого молекулярного паспорта, молекулярной модели или мегулярного облика пациента, или всё-таки, на ваш взгляд, будет развиваться именно с созданием тест-систем? Я думаю, скорее всего, с созданием тест-систем, потому что то, что, когда речь идёт про мутации, это вот оно есть и будет в опухоли. То, что, когда мы говорим про микро-РНК, это некая такая динамическая ситуация. Её имеет смысл как бы вот мониторировать и принимать какие-то клинические решения вот на сейчас. Вот мы протестировали, поняли, что это так, вот что-то там сделали, потому что это так. Прошло время, опухоль как-то изменилась, клиническая ситуация, можно какие-то другие вопросы задавать клинические. То есть немножко другая ситуация. Это не портрет, а это какая-то такая динамическая история. То есть это просто более динамическая модель, которая позволяет принимать тактические решения в процессе лечения на пациентах. А чтобы их принимать, надо, чтобы сначала в клинике клиницисты сказали, какая дилемма у нас решается, мы набираем группу этих, этих, сравниваем, понимаем, в чём разница, тогда мы сможем её прогнозировать. А была одна, по-моему, работа китайская, которую показывали в лечебном плане. Ваше мнение, насколько перспективно использование микро-РНК в создании новых препаратов и моделей, и таргентных каких-то воздействий? Понимаете, создание микро-РНК – это как бы очень перспективно, это эффективно, это продемонстрирует. Тут проблема вот именно вот этого для доставки препаратов. Как только она будет решена хоть в каком-то виде, так это будет просто прорыв. Насколько ни одного препарата пока клинически как бы… Клинически применяется только там, где эта проблема в принципе не стоит. Например, когда, например, где-то в офтальмологии вот можно ввести прямо в какой-то там отдел глаза, вводят, и нет проблемы от доставки, циркуляции и так далее. Там это всё нормально работает. То есть сейчас тормозится не на этапе применения микро-РНК такой или сякой. Я имею в виду, что реально есть существующий на сегодня препарат, который позиционируется таргентом для каких-то микро-РНК? Вот тот, который надо ввести в кровь или там как-то внутримышечно, таких пока нет. А какие есть? Есть те, которые вводятся куда-то вот уже в место, то есть, например, вот в глаз. Ну, это для онкологических проблем или более клинических? Нет, это проблемы более глобальные, то есть пока просто нет вот механизмов эффективной доставки или, скажем, даже более того, таргетной доставки в какое-то определённое место. Спасибо, Анастасия Валерьевна. И, пожалуйста, вопросы, если есть ещё. Мы работаем с субстратами опухоли, то есть мы это можем делать из ткани непосредственно, из ткани. Можно сделать из мазка цитологического, можно сделать из чуть хуже качества, но можно, в принципе, сделать из блока парафинового, вот то, что касается ткани. А то, что касается биологических жидкостей, из плазмы, из мочи мы вот сейчас уже это умеем. Наверное, можно из других. Если речь идёт про ткани, вот три первые случая, про которые сказал, это, естественно, то, что в клетках. Это клеточная микро-РНК. То, что выделяется из биологических жидкостей, из плазмы, из крови, там их разных вариантов много. Мы в основном, ну, по ряду причин, я не буду углубляться, работаем с экзосомальными формами, то есть мы выделяем экзосом. Ну, мне кажется, это больше перспективней. Вот мы вот ещё этап предподготовки, то есть мы выделяем фракцию, которая в экзосомах. Да, это реал-тайм ПЦР. Ну, тут проблема, я, может, потрачу минуту времени, применение ПЦР, реал-тайм ПЦР, она должна, это РНК-молекула, она должна сначала превратиться в ДНК, в комплементарную. Проблема в том, что это очень маленькая молекула, и её ПЦРить потом как бы нельзя, потому что она размером с праймер, сам с ПЦРный. Надо её как-то удлинять. И вот вариантов, кто во что гораст, как её удлинить, очень сейчас много. Ну, не много, но штук 6, так, на вскидку существует. Они все разные, и в разных местах они применимы. То есть вот надо понять, какой лучше, как-то вот адаптировать к себе. То есть вот мы двумя-тремя методами как бы работаем, из них выбрали один, вот у нас вроде как получается, мы свои системы для каждой микро-НК делаем, и в принципе вот вроде работает. Но опять же, мы делаем их, и эффективно сразу вот работает одна из пяти. Остальные четыре оптимизируем. То есть это такой процесс довольно муторный, но тем не менее, в принципе, не беспреспреспективный. Да, пожалуйста. Спасибо. Не, ну, что-то надо начинать. Надо шучиться. Сейчас на любимого конька запрыгну. Короче, получается, что в плазме циркулируют вот несколько вариантов формы техники РНК. Те, которые выходят без всяких оболочек, мы не знаем, откуда они вышли. Естественно, мы не можем никаких там вот выводов относительно там специфичности. Может быть, какая-то опухоль, когда она вот такая вот вырастет, она что-то там такое экспрессирует, какого-то специфического профиля, и вот на этом этапе что-то мы там сможем сказать. Но пока опухоль маленькая, она что-то такого вот каких-то глобальных изменений в профиле микро-РНК в плазме, ну, в принципе, не сможет. Если микро-РНК та, которая вот в визикулярных вариантах, да, вот эти вот визикулы, они из каких-то клеток же происходят, и они несут на себе маркеры какие-то тканевые. Если мы используем какие-то технологии, которые позволят нам выщепить из всего вот этого вот компота в плазме, вот этих экзосом, те экзосомы, которые из определенных клеток, даже не опухоли, а просто из определенных клеток определенной ткани вышли, то есть то, что мы пытаемся сделать сейчас вот с простатой, щитовидной железой, с толстой кишкой, то мы… это очень-очень маленькая фракция. То есть я так предполагаю, что это доля процентов тех экзосом, которые в плазме циркулируют. Если мы будем анализировать микро-РНК вот именно вот в этой вот минорной фракции, там можно будет говорить о какой-то вот там специфичности. Естественно, и чувствительность, и специфичность такого анализа на пару порядков подрастет.